Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Прошлое видео у меня было по плетению подноса. В этом видео я покажу, как сплести вот такую вот крышечку для хлебницы, для этого подноса или клош, как его еще называют. Я покажу, как сплести такую ручку, потом как перейти от кругового плетения в квадратное, потом покажу, как плавненько опустить и красиво вывести углы. В общем, если это вам интересно, оставайтесь на канале, смотрите полное видео, а также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. Я обязательно отмечу его под этим видео. Все, всем приятного просмотра! Выплетать этот клош мы начинаем с ручки. Для этого нам понадобится три пары двойных трубочек. Я их накладываю крест-накрест и, в общем, друг под друга, чтобы получился такой своеобразный треугольник. Этот треугольник будет служить началом плетения, то есть вот таким вот образом. Мы сложили в треугольничек, потом я беру увлажненные рабочие трубочки и начинаю попарно оплетать первый круг. Рабочие трубочки должны быть увлажненные, обязательно обработанные лак-вода. Вот здесь вот в начале вы можете немножко вот так вот примять, чтобы никуда не делось, не разбежались ваши трубочки. Итак, наращиваем рабочие трубочки. Для этого я подрезаю кончик. Один под острым углом, другой просто срезаю вот птичку. Добавляю полимерный клей. Вторую трубочку, которую под острым углом я срезала, я разглаживаю, провожу бороздку и складываю пополам. Вставляю в другую трубочку с клеем. Это и есть наращивание. Все, рабочие трубочки вы нарастили. Теперь складываем их пополам. Место стыка должно прийти за стойку, под стойку точнее, чтобы не было видно с лицевой стороны. Все, теперь начинаем оплетать веревочкой из двух. То есть для этого мы берем верхнюю трубочку, мы заводим под стойку вниз, нижнюю наверх. Вот так, нижнюю наверх, верхнюю вниз под стойку. Опять, плетите все достаточно плотно, чтобы не было никаких зазоров, никаких просветов. Первый круг нам нужно зафиксировать вот этот вот наш треугольничек, поэтому все контролируйте. Не надо, чтобы плетение было рыхлым. Аккуратно, плотно по кругу плетем. Оплетаем попарно, то есть сразу две рабочие стойки. Это нам нужно, опять-таки повторюсь, чтобы зафиксировать наше плетение. Все, последнюю пару стойек оплетаю. Потом обязательно пометьте себе первую стойку, с которой вы начинаете плести, вот чтобы на нее ориентироваться вообще потом, в дальнейшем. Сейчас я каждую стойку буду оплетать отдельно, то есть я буду разъединять пары. Также веревочка из двух по кругу. Старайтесь здесь уже выплетать круг, придавать круглую форму плетения. Вот, поэтому, где нужно, прям вот укладывайте трубочки при плетении. В принципе, сейчас мы разъединяем пары. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы подходим уже к завершению выплетания диаметра окружности, да, вот ручки самой, поэтому я сейчас буду прятать вот эти вот кончики в плетении. Они нам больше уже не нужны. Здесь я их вот так аккуратненько подрезаю под острым углом, и главное, чтобы срез смотрел по направлению к стойке, чтобы когда мы эту трубочку спрятали, она с лицевой стороны не было видно вот этого самого среза. Вот, можете для надежности капнуть клеем, да, каким-нибудь ПВА, он потом у вас высохнет и станет прозрачным. Вот, здесь главное во время плетения придерживаться круглой формы, то есть стараться выплести как можно более ровно вот этот вот верхний кружочек, да, то есть это вот основа нашей будущей ручки. Теперь я шилом все аккуратно вот так раздвигаю, делаю кармашек и вставляю туда вот кончики вот эти вот срезанные рабочие трубочки. В принципе, можете использовать ножнички тоже очень-очень удобно, если у вас нет шила. Вот, раздвинули и туда вот этот кончик аккуратненько вот так вот спрятали, ушел он туда у вас. Также я напоминаю, что все наращивания выполняются застойками, чтобы их не было видно вообще с лицевой стороны, иначе у вас внешний вид изделия очень сильно будет теряться. Мне нужны острые такие края у ручки для крышки, поэтому я вот это все спрятала. Если вы хотите, чтобы у вас ручка была такая плавная, да, то есть как бы вот плавное было плетение, переход, то вы можете, в принципе, ручку потихоньку по кругу оплетать и поднимать стойки. Вот, чтобы у меня получился четкий угол, я беру рабочую стойку, завожу за соседнюю, под соседнюю и наверх. То есть вот беру стойку, под соседнюю и наверх. Опять беру стойку, под соседнюю и наверх. Таким образом, у меня все стойки поднимаются наверх, и угол благодаря этому будет острым у самой ручки. То есть, выполняя такие действия, мы поднимаем все наши стойки, и они уже будут смотреть перпендикулярно, да. Если вы хотите покатую ручку, то просто продолжайте плести веревочкой из двух, постепенно поднимая стойки. Тогда у вас граница угла не будет такой четкой. Все, мы подошли к последним стойкам. Вот, предпоследнюю я завожу. И самую последнюю стойку я вот в этот кармашек от первой стойки протягиваю. И таким образом у меня все стойки подняты наверх. Все, теперь остается только выплести саму ножку ручки. Все аккуратно подтягиваю, разравниваю. Где надо, возвращаю на место, чтобы все смотрелось аккуратно и красиво. Итак, теперь я выплетаю стойки веревочкой из двух. По кругу, контролируя направление стойек, работаем на сужение. То есть стойки постепенно наклоняем, угол делаем к центру, чтобы ножка сама вот имела такую форму трапеции, ну сужалась к основанию, так скажем. Поэтому просто работаем по кругу, выплетаем веревочку из двух, контролируем стойки. Все, это основной момент. Продолжение следует... Сейчас у меня все стойки очень короткие. И пока это еще возможно, я ввожу дополнительные стойки. То есть добавляю к каждой стойке еще по одной. Таким образом у меня получаются двойные стойки. Я их потом буду оплетать по кругу, также веревочкой из двух. А для того, чтобы их хорошо разместить, нужно сделать такой кармашек, подрезать основные вот эти вот трубочки под острым углом. И срезом получается, срез должен смотреть, упираться в стойку. Таким образом нигде не будет видно вот этого вашего среза. То есть если у вас там он где-то белый, то он не будет бросаться в глаза, и трубочка лучше зайдет. Вот. Таким образом все по кругу вставляем дополнительные стойки. И проплетаем их, тем самым закрепляя в плетении. Продолжение следует... Сейчас из-за того, что стойки двойные, расстояние между стойками уменьшилось. И поэтому очень тяжело становится проплетать, из-за того, что расстояние небольшое. Поэтому здесь нужно максимально аккуратно плести. И не забывать, что вы идете на сужение. То есть стойки постепенно уклонять к центру, контролировать этот весь процесс. Дальше уже плести становится неудобно. Поэтому я вот эти коротенькие стойки обрезаю. Они нам больше, в принципе, не нужны. Они только занимают у нас расстояние между стойками. Поэтому я их подрезаю и продолжаю также плести веревочкой и звук по кругу. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас уже становится проблематично оплетать каждую стойку по отдельности. Поэтому я буду оплетать сразу по две стоечки. Буду также веревочкой из двух. Просто теперь я захватываю не одну, а по две, чтобы еще уже сделать саму ножку этой ручки. В принципе, если у вас нечетное количество трубочек, можете одну трубочку оставить без пары. В этом нет ничего такого, потому что все равно потом вы будете эти пары оплетать по отдельности каждую трубочку. Поэтому смотрите, если у вас нечетное количество, ничего страшного. В принципе, мне такого размера ручка уже устраивает, мне уже не надо. Поэтому я буду сейчас уже выплетать основу крышки. Для этого я переворачиваю свою ручку и распределяю трубочки таким образом. Из-за того, что я меняю направление оплетения, я вот эти рабочие трубочки спрячу вовнутрь и оплетать уже буду против часовой стрелки новыми рабочими трубочками. Данные рабочие трубочки я сейчас зафиксирую в плетении, чтобы они у меня никуда не выскочили и не мешались потом. Вот из-за смены направления я не могу плести по часовой стрелке. Мне приходится вот так вот изобретать. Все, теперь я переворачиваю и ввожу в плетение рабочие трубочки. Также вот две пары рабочих трубочек и начинаю оплетать веревочкой из двух по кругу. Пока что оплетаем попарно, то есть сразу захватываю обе рабочие трубочки, не разделяя их веревочкой из двух. На этом этапе я уже разъединю стоечки и буду оплетать. Каждую стоечку по отдельности. Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляем к каждой стоечке еще по одной дополнительной стоечке, как мы делали до этого. То есть подрезаем под острым углом и срезом к основной стойке мы добавляем нашу вторую стойку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы подошли к тому моменту, когда можно создать небольшой рисунок. Как я захотела немножко украсить крышку, для этого я раздвигаю каждую пару стоечек. Сейчас каждую стойку я буду оплетать по отдельности и ввожу в плетение еще одну дополнительную рабочую трубочку. Сейчас я буду оплетать веревочкой из трех каждую стойку по отдельности. Для этого берем крайнюю левую трубочку, заношу над двумя другими рабочими трубочками и вывожу за стойку наперед. Это и есть схема прямой веревочки из трех, опять крайнюю левую, над двумя другими за стойку и наперед вывожу. Итак, подошли к моменту стыковки ряда. Я продолжаю, смотрим откуда был первый виток и продолжаю плести веревочкой из трех. То есть здесь оно немножко по-другому закрывается. Я решила закрыть ряд так, когда плоское плетение, оно как бы закрывается вот таким образом. У меня пошел второй круг. Я плету обратной веревочкой из трех. То есть если до этого мы брали крайнюю левую, заносили над двумя рабочими трубочками, то теперь я беру крайнюю левую и заношу под две рабочие трубочки за стойку и наперед. В данном случае я тоже закрывать ряд не буду. Просто оставляю одну рабочую трубочку, ну, вожу вот так вот за плетение и продолжаю плести следующий ряд уже веревочкой из двух. Я пока подрежу просто эту рабочую трубочку, чтобы она мне не мешалась. Вот этот хвостик уберу назад и потом его спрячу в плетении. Дальше я буду просто проплетать веревочкой из двух, где нужно буду добавлять стойки и плести обычной веревочкой по кругу. Разъединяю стойки и плести обычной веревочкой. Начинаю их оплетать каждую по отдельности. Обязательно себе пометьте первую трубочку, с которой вы начали плести, потому что сейчас в дальнейшем мы будем выводить уже с круга на квадрат форму, на закругленный такой мягкий квадрат. То есть будем выводить углы, поэтому здесь обязательно нужна асимметрия и нужно знать первую трубочку, с которой все началось. Общее количество стойчик у меня получилось 48. Делим их на 4, получается по 12 стоечек. То есть каждую 12 стоечку я буду оплетать дополнительным витком. И всего таких дополнительных витков будет 4, то есть 4 угла мы будем выводить. Поэтому проплетайте вот каждую стоечку по отдельности. И у меня это каждое 12, у вас не знаю, с какое количество будет, но в общем главное, чтобы четное количество стоечек было, и оно делилось ровно на 4. Вот, значит, первые трубочки мы первый ряд разъединяем попарно, а уже каждый следующий ряд вам уже будет наглядно видно, где вы должны делать дополнительный виток. Потом обязательно следите за тем, чтобы наращивание не приходилось у вас на дополнительный виток, чтобы само наращивание у вас не выскользнуло. Так, смотрите, теперь я как бы продолжаю плести веревочкой из двух, но я сейчас буду делать дополнительный разворот. То есть вот я проплетаю нижнюю трубочку, точнее трубочку завожу вниз, под стойку, делаю дополнительный виток, это все вот нижней этой трубочкой, и накрываю следующей рабочей трубочкой вот так поверх, как бы если бы я продолжала плести веревочку из двух. Все, таким образом я сделала дополнительный виток, и дальше иду следующие 12 трубочек плести обычной веревочкой из двух, на 12 трубочке также делаю дополнительный виток. И так еще я делаю, получается, 3 раза, да, у меня должно получиться 4 угла, то есть совершаю 4 разворота. На следующем круге в том же самом месте делаете дополнительный виток, и потихоньку-потихоньку таким образом у вас будет выходить уже угол, вырисовываться, то есть квадрат. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 и так вверх крышки я уже выплела дальше мне не нужно не нужен объем поэтому я сейчас рабочие трубочки подрезаю и прячу их в плетение и того у меня получилось 5 дополнительных оборотов то есть пять рядов я проплела на каждом углу добавляя по дополнительному витку все сейчас я спрячу свои рабочие трубочки в плетении и буду опускать стоечки для того чтобы придать клошу форму я хочу чтобы форма была трапецией поэтому не слишком большая слишком большой размер верхней части крышки не нужен мне будет этого достаточно потому что стоечки дальше пойдут при оплетании на расширение все теперь мне нужно все стоечки опустить чтобы придать форму крышки для этого я вот так вот беру каждую стоечку и с помощью но у меня удобно это ногтем принципе можно ножничками или тупой стороной ножа делать вот такие заломчики и опускать трубочки как можно ближе к плетению благодаря тому что мы вот таким вот образом трубочки готовим точнее их опускаем угол будет более крутым то есть не будет плавного перехода крышки до на то есть от плоского плетения вот к стенкам поэтому этот момент тоже такой важный вроде кажется незначительным но на самом деле очень важен так теперь чтобы мне было удобно я поднимаю точнее переворачиваю крышку и буду вот таким вот образом уже подготовленные стоечки поднимать еще раз я им придаю вот форму то есть их прям вот таким вот образом поднимаю придаю форму чтобы трубочки ее запомнили теперь я буду плести веревочкой для этого мне понадобятся увлажненные рабочие трубочки вот первую вторую трубочку третью трубочку я вот таким вот образом завожу еще одну четвертую я хочу чтобы у меня был такой достаточно заметный валик который будет фиксировать трубочки и придавать им форму благодаря вот этому валику они у меня прям окончательно поднимутся и так я беру и буду плести веревочку из четырех прямую веревочку то есть я беру крайнюю левую завожу над тремя другими за стойку и наперед и при этом я меняю направление трубочки прям смотрите я их прям строго поднимаю они должны смотреть перпендикулярно и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом у нас стыкуется прямая веревочка из четырех. Все, мы ее состыковали, рисунок сошелся. Теперь можно идти на следующий ряд. Если вам валик не нужен, вы в принципе можете обрезать рабочие трубочки, оставить нужное количество вам. Так, я буду плести следующий круг обратной веревочкой. То есть, если я до этого брала крайнюю левую и заносила над двумя рабочими трубочками, то теперь я их буду заносить под три другие рабочие трубочки за четвертую стойку, наперед выводя рабочую трубочку. Вот таким вот образом. То есть, я беру крайнюю левую под три другие рабочие трубочки и за четвертую стойку наперед. Все, таким образом это плетется обратная веревочка из трех, из четырех точнее, извиняюсь. Сочетание прямой и обратной веревочки дает такой вот эффект вязаного рисунка. И благодаря двум таким вот рядам, сплетенным, то есть этим веревочкам, у меня стойки уже окончательно поднимутся и примут нужную мне форму. Как состыковать и закрыть обратную веревочку? Для этого я отчитываю, беру крайнюю левую трубочку, отчитываю три стойки, увожу ее назад за стойку, оставляю сзади, чтобы она не мешалась. Беру следующую, вторую трубочку, точнее беру крайнюю левую трубочку, отчитываю также три стойки и уже за четвертую стойку под первый виток увожу. Следующую я также отчитываю три стойки и увожу под два витка за четвертую стойку. И последнюю трубочку я отсчитываю три стойки и уже под три витка за четвертую стойку идут они. Все трубочки остаются сзади. Если вам нужно следующий ряд проплетать таким же количеством трубочек, выведите их просто наперед и продолжайте плетение. На данном этапе все хорошенько подтяните, потому что трубочки здесь могут быть слабенькие в моменте стыка, поэтому здесь особое внимание уделите им. Дальше я буду плести обычным ситцем вдогонку, то есть двумя парами рабочих трубочек. Обычный ситец набираю высоту, то есть создаю стенки ситцевым плетением. Две рабочие трубочки мне достаточно и две рабочие трубочки, которые я плела на валик, остались сзади. Так, на каждом углу я буду создавать дополнительный разворот. То есть вот я сделала дополнительную петлю, беру предыдущую рабочую трубочку и также ситцевым плетением догоняю первую. На этом моменте я на углу, я второй трубочкой уже не делаю дополнительный виток. То есть первый я сделала, второй просто накрыла этот виточек. И опять до следующего угла проплетаю ситцевым плетением. Опять-таки все наращивания за стойкой. Догоняю второй рабочей трубочкой первую, также ситцевым плетением. Первой рабочей трубочкой я выполню дополнительный виток, разворот вот здесь. И иду дальше. Таким образом я буду проплетать еще несколько рядов подряд, создавать дополнительные витки, чтобы у меня был более четкий угол в моем клоше. Ну а потом, как только мне их будет достаточно, я буду углы уже не оплетать дополнительным витком, а просто как бы плести по кругу ситцевым плетением. КОНЕЦ КОНЕЦ СИГНАЛИЗМОЦ КОНЕЦ ДИНАМИЗМОЦ 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 так смотрите я ввела еще одни стоечки увлажненные сейчас я оплетаю продолжаю оплетать по кругу но здесь у меня уже увлажненные стойки в принципе они мне будут нужны для загибки а вот эти вот все коротенькие аккуратненько вот подрежьте и чтобы они были ровными сухие вот идет все срезаем и доплетаем прячем пенечки в плетении так все я спрятала все пенечки в плетении ушли и прячу рабочие трубочки вот сюда вот к стоечке ними больше не понадобится я их спрячу и буду выполнять загибку в качестве загибки мне нужен прям объемный валик внизу поэтому я буду делать разгул такую достаточно объемную для этого мне нужно хорошо увлажненная лоза не забывайте про этом я завожу вот так вот стоечки за соседние то есть я за 34 так 45 смотрю примеряю вот получать мне разгаза 5 прутов будет значит я беру первую завожу за 4 другие за стойку пятую подрезаю и накрываю соседней стойкой опять беру крайнюю левую трубочку завожу за стойку подрезаю накрываю соседней чем больше у вас количество рабочих трубочек в разге тем у вас будет объемнее валик то есть вот здесь у меня разгаза 5 прутов и она уже такая достаточно объемная у меня так ну вот так же вот по всей длине я проделала такую манипуляцию и сейчас покажу как закрывать разгул за 5 прутов так смотрите берем крайнюю трубочку вот сюда куда был самый первый наш виток я ее завожу представьте что если бы там была стойка я ее завела подрезаю и накрываю последней стоечкой до соседней вот этой вот последней стойкой она уходит вниз все теперь мне нужно будет в плетение значит в разгу завершить вот этими вот питью питью нижними стоечками на рабочими трубочками точнее здесь у нас идет вот эта крайняя трубочка она идет между стойкой и соседней стойкой которой как бы мы ее накрываем то есть вот между этими двумя очень хорошо видно куда должна идти трубочка если перевернуть изделие посмотреть на него сверху там прям сразу видно место куда должна ложиться по рисунку трубочка то есть у нас идет трубочка между стойкой и витком берем следующую трубочку так она уже будет ложиться между двумя тремя получается две спереди трубочки и одна сзади так вот мы ее вот сюда в это место протягиваем между трех получается две спереди два витка и один виток сзади укладывайте хорошо прям направляете трубочку чтобы она легла куда нужно все отрезаем откусываем этот кусочек берем следующую трубочку она уже у нас пойдет между четырьмя то есть две одна будет сзади и три трубочки три витка впереди вот между четырех она идет вот сюда подкусываем и так берем следующую трубочку и укладываем уже получается за пять витков то ее 1 идет один виточек сверху и 4 снизу вот таким образом аккуратненько все укладывать потому что здесь она все достаточно плотно на уже заходит но нужно не сбиться с направления то есть у нас рисунок должен быть что задняя трубочка вот этот задний виточек стойка она накрывает вот как раз таки вот эту вот рабочую до скажем так трубочку которой мы вот закрываем загибку все наша разга состыковалась подрезаем и получается вот такой вот валик все аккуратно разровняйте подтяните в общем не получилось вот такая вот симпатичная крышка для хлебницы для нашего подноса клош такой вот необычной формы от круглого плетения в квадратное здесь видео вам было полезным подписывайтесь ставьте лайки комментируйте обязательно вам отвечу всем хорошего настроения всем пока пока